Паш, ну что, ну красавец, конечно. За молодуху пришёл, да? Угу. Что только делать не будешь. Добрый вечер. Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Объясните мне, что происходит с мужчинами. Чем он старше, тем, видите ли, моложе он себя чувствует. Вот и нашему жениху. 44 чувствует себя на 35. Ну и, естественно, за молодухой пришёл. Или, а, кто же за него будет бороться сегодня? Олеся с открытым сердцем, Наталья с нерешённым вопросом и Станислава с неопределённым возрастом. Но сначала давайте на жениха посмотрим. Добрый вечер. Я всегда ощущал себя моложе, чем я есть, на самом деле. И хочу найти такую же жизнерадостную, активную девушку, которая родит меня прекрасного наследника. Проходите. Павел. 44 года. Влюбился в девушку на 17 лет младше и ушёл из семьи. Вскоре пожалела содеянным, но супруга не смогла его простить. Павел – помощник руководителя транспортной компании. Гордится дворянским происхождением. Признаётся, что не ощущает возраста. Предупреждает, что каждую неделю ходит с друзьями в баню. Павел не сможет ужиться с неряшливой и курящей женщиной. Его избранницей может стать хозяйственная, заботливая девушка, которая наведёт уют в его доме и подарит наследника. Ну, видно, что не из простых такое благородное лицо. А чих же будете? Что там за дворянские корни? Это давнишняя история. У меня прапрабабка, бабушка Инна Львовна Китровоя из известного рода. Ничего себе фамилия. Ну, мы тоже дворяне, правда, из деревенских, так что... А любовь к аристократическим девушкам, интересно, осталась к аристократической внешности? Потому что у вас Венера в весах, и обычно мужчины идут от определённого склада. Да нет, дворяне любили покувыркаться на сене, понимаешь, с девками дворовыми как раз. Потому что дворянки малахольные, как правило, были болезные и не очень хороши с собой были. Ну, романтично, а что с ней делать-то с романтичной? Поэтому здоровых детей рожали, как правило, внебрачные дети-то были. Пока непонятно, что... Нет, он хоть домохозяйку всего лишь. Паш, давайте экскурс небольшой по вашей жизни. Вы влюбились в каком возрасте в женщину с маленьким ребёнком, с шестимесячным? 26 лет. А что же в ней было такого? Чем же она вас так зацепила, что вы женились с маленьким ребёнком? Мало того, воспитали девочку как родную? Лариса, наверное, всё-таки 26 лет для мужчины это уже полноценный возраст. Да. И, ну, это на уровне химии, наверное, действительно, с этой женщиной прекрасной было. И я себе отдавал отчёт, и действительно, я не делал различий по крови, моя эта дочь или не моя. Ну, как-то поздно он влюбился. В 26 лет уже люди женятся некоторые, а тут только первая любовь. А записали на свою фамилию? Нет, нет. То есть у неё был свой отец? Или она не общалась? Был свой отец. Но вы скрывали до определённого возраста? Да, пока мы не развелись, мы скрывали. Женщина, когда выходит замуж с маленьким ребёнком за мужчину бездетного, она ему внушает, что уже есть ребёнок, и нужно им заниматься, его нужно поднять на ноги. Но как бы вы ни относились, это не ваша кровь, это всё равно не ваш ребёнок, и вы об этом знали и помнили. Поэтому, если хотите рядом полноценную семью, рожайте общих детей, рожайте. Мы бы с Игорем разбежались 45 раз, если бы няня родила Лёльку. Всё равно, как бы ни говорили, что дети не держат, штамп не держат, держат, и то и другое держат. А так есть риск остаться с двумя детьми одной, потому что Павел тогда жизнь не нужна по большому счёту. Вообще, мы все умрём, знаешь, да? Так зачем тогда вставать, идти работать, пахать? Это можно договориться за чего угодно. Человек уже благородный, и ему не имеет значения, его это ребёнок или чужой ребёнок. И сколько вы с ней прожили до тех пор, пока стали смотреть на сторону? Почти... 10 лет. 10 лет? А что потом произошло? Уже, наверное, и на ноги встали, а детей по-прежнему общих не было, и вот вы стали засматриваться на других. Ну да, наверное, это именно было так. Встретил молодую, красивую, умную девушку. Влюбился, иногда с мужчинами это бывает. А умная она от чего умная-то была? Что с женатиком связалась? В этом ум её. В 19 лет, опять же, ум обычно ярко виден. Как объяснили, как объяснили со своей женой? Ну, какое-то время я скрывал, естественно, но потом всё скрытно и явно становится. Не какое-то, а длинное, долгое достаточно время, да? Ну да, в течение года, наверное. Вы были пойманы, и поэтому пришлось признаться? Я считаю, что вообще, когда два человека продолжительное время, мужчины, женщины друг с другом живут, наверное, женщина может чувствовать эти моменты. Просто ощущать их как-то физически, это на каком-то уровне таком воздушном. Не обязательно поймать даже. А вот как-то на удивление, а что, мужчины не думают, что вот, ну, на чём-нибудь обязательно проколятся? Ну и прокололись вы на билетах. А вы как это планировали, что вы куда, в командировку улетите или как? А жена, жена, что в этот момент станет, впадёт в кому и не будет понимать, что вы куда-то уехали? Вот мне это просто интересно. А что, она нашла билеты куда-то, да? Да, я собрался отдохнуть в тёплой стране, и невозможно объяснить, как это можно было найти в квартире, но почему-то... Ну, если бы вы уехали бы, ну, как минимум на неделю, вы что бы жене сказали? Ну, придумал бы что-нибудь. Это говорит, почувствовала она. Да, она просто нашла билеты, где написано Паше и Маше с 1 по 15 мая. Вместе летят отель такой. Они не лежали на видном месте. Она искала, она подозревала, она чувствовала, поэтому... И что, разорвала билеты-то? Слава Богу, нет. И вы поехали? Я поехал. Вот даёт, ну, жена даёт. То есть она вас отпустила? Такая терпеливая. Я не думаю, что так было, как ты пытаешься сейчас в ироничном ключе это всё. Да ему надо было оторвать одно место. Я думаю, что там была, конечно, трагедия. Зачем же ему отрывать молодому мужчине? Любовь оправдывает многое. Перевязать тогда. Вот это по-насому. Да, да, да. Вы, у вас уже были серьёзные отношения вот к вашей возлюбленной? Вы что-то с ней решили? Съехаться, сделать ей предложение? На тот момент, наверное, нет. Нет. Потому что бывает так, знаете, мужчина вроде и замутил где-то на стороне. И с женой не хочет. И как ни странно, и с любовницей тоже. Любовница это была только повод для того, чтобы уйти из семьи. Голова у меня не работала в то время. Наверное, действительно, это были чувства. Я любил эту девушку. Хорошо, и вот эта ваша девушка забеременела? Да, она забеременела. Наверное, воспитание мне не позволяет, по-другому было поступить. Я хотел ребёнка, да, не скрывая, я хотел ребёнка своего. Давно хотел. И решил для себя, что, наверное, это дар свыше. Последовал развод, который был неизбежный, впрочем, наверное. И вы отношения, так сказать, зарегистрировали, да? Нет, мы были не влюблены. То есть, ребёнок вне брака? Да. Почему не расписали? Потому что понимали, что это ненадолго? Где-то в душе что-то у меня, наверное… Хорошо. Я сомневался. Последние капли что стало, вот, когда вы расстались навсегда? Я сам, в принципе, человек… Сейчас, может быть, я изменился. Раньше я не домашний человек. Не значит, что меня кидает во все тяжкие. Просто я мог где-то быть с друзьями, общаться, просто общаться. Вот. Не всем женщинам это нравится. Вот. С годами, естественно, больше к дому стал тянуть меня, конечно. Никому не нравится. Секрет открывается. Когда поздно приходит мужчина, наверное, это очень не нравится. И рассказывать, что он был в командировке или с друзьями, не нравится никому, ни одной. Ну, только если такая же командировочная, в кавычках. Ну, вообще-то в это время, мне кажется, у них просто приключения. Они хотят просто приключений. Поэтому он нашёл себе 19-летние приключения. Ну, естественно. На сегодняшний день вам, 44 года, вы какой? Что хотите? Ту единственную, наверное, которая будет со мной, будет разделять мои убеждения, мои принципы. А вы на сколько себя чувствуете? Ну, это на 10 моложе, однозначно. То есть на 30-летний, да? Я всегда ощущал себя моложе. А если вы себя чувствуете на 30-летний, то... Ну, молодуха нужна, да ведь? Ну, молодуха... Не, ну, если вы говорите 37, да, она чувствует себя нормально на свой возраст. А если она тоже 44-х лет и чувствует себя на 10 лет моложе, например. Как правило, женщина. Нет, ну, вообще, нормальная женщина на свой возраст. Значит, она вам не подойдёт просто-напросто. Ваша ровесница, которая... Просто вот ты себя на сколько ощущаешь? Я на свой возраст себя ощущаю. Лариса, и ты... На 76. Зачем я спросила? Я просто хочу сказать, что быть молодой и быть как молодая – это две огромные разницы. Понимаете, Паш, я в таком бизнесе, где женщины только под страхом смерти признаются, сколько им лет. Сегодня в кино нельзя снять возрастную женщину на роль мамы, бабушки. Их нет. Все перекроились, накачали. Всё равно видно, и все знают, сколько нам лет, но... Рюкзачок, джинсики, понимаете? Поэтому, открываю вам глаза. Вы хотите молодое дельфинье тело, и женщины хотят молодых. Это да. Вот что делать? Ну, он вообще хорошо выглядит на свой возраст. Как ты считаешь? Ну, выглядит неплохо. Ну, не моложе, на мой взгляд. Вы хотите общих детей, значит, она должна быть детородного возраста. А какое прошлое не будете терпеть её? Я реально понимаю, что мой возраст, наверное, это как минимум лет от 28, и если девушке, женщине в районе 30 лет, скорее всего, там будет... Образование. Желательно, высшее. Скорее всего, там будет история и будет ребёнок. Хорошо, что у тебя дочка уже... Взрослая. Уже взрослая. Уже взрослая, поэтому, я думаю, что она бы хорошо поладила. Она просто братья-ка или сестрёнка. Да, да, да. Вы москвич, если она будет приезжей. Пропишите? Мне это не будет преградой. Нет, потому что некоторые говорят, всё понимаю. Ну, вы знаете, как прибалтийский акцент терплю. Ну, чтобы вот это говорила, вот так, вот так, а через 20 лет проживела в Москве. Не могу, говорит, вот на дух, просто... А пропишите, если она будет без... Время покажет, Роза? Нет, не покажет. А сразу надо? Извините, значит, я, когда буду ещё свекрови, если у меня была дочь 28 лет, я, значит, должна зять своего ровесника терпеть. А, и при этом взять мне ничего не даёт, кроме себя, дорогого, драгоценного. Нет, миленький, хочешь молоденькую девушку, будь любезна, предложи равноценное нам. Паш, у Розы устаревшие какие-то устаревшие информации, это раньше прописка что-то значила. Сегодня ты прописываешь... Да нет, ну, пускай нам квартиру купят. Чего? Всего-то. Чего, дюйм? Не будет прописать. Нам всё равно, что так, что эдак. Я должна быть спокойна, что у дочи всё в порядке будет. Мало ли, вы наиграетесь, вон, ребёночка ей ещё одного заделаете. И чего, она опять ко мне, что ли? Нет, давай, миленький, пообещай нам, даже не пообещай, дарственную нам напиши. Сразу. А вы можете описать чётко те черты женщины, которые вы рады были бы увидеть. Например, я чётко понимаю, что мне нравятся спокойные, уравновешенные мужчины, немногословные, определённым образом себя ведущие. Я многословный. Нет, например, вот вы как опишите тот тип, который вам будет приятен? Спокойная, целеустремлённая, желательно москвичка. Желательно москвичка, хорошая хозяйка, аккуратно. Я сам хороший хозяин, люблю готовить. Послушайте, ну начинается опять. Для меня это не проблема. А она придёт, и вам через три минуты такой там устроит в доме, что вы так и будете ходить с шваброй и пылесосом? Ларис, хочешь, я тебе расшифрую, переведу, как Розан иногда говорит, с мужского на русский. Когда мужчина говорит, мне не важно, какая она хозяйка, это значит, что он будет выбирать по внешности, как мужчина с венеры в лесах. Значит, ноги должны быть ровные и длинные, фигура должна быть идеальной, независимо от количества детей, длинные волосы желательно. Зубы белые. Тёмные волосы. Ну, может быть, тёмные. Хорошо, она должна быть красной. А дохода должна быть красной. Видишь, как глаза загорелись сразу. При таком-то описании. И не важно, какая хозяйка. Больше 100 тысяч получается? Нет. Он такой уже взрослый. Серьёзный. Да нет, в нём есть такое что-то такое шаловливое. Чего? Шалов, шалов, мишка, шалов, мишка, да. Хорошо, я бы уже начала знакомиться. Ой, ничего. Будет прекрасно, без прошлого, буйного, с хорошими тремя образованиями, москвичкой, с хорошей семьей. А потом приедет какая-нибудь из Тверской области, деревенская, станцует для вас здесь. И всё. И вы скажете, вот пойду с ней, с крашеной блондинкой. Вы мало чем отличаетесь друг от друга. Ой, Лариса, ничего не изменилось. Ремён Адама и Евы. Наши тоже про бабки дурочками не были. Хотя я про психологию даже не слышала, всегда напоминаю. Знаете, вот старину как говорили. Золото, значит, надо проверять огнём, женщину деньгами, тем же самым золотом, а мужчину женщиной. Вот можем долго рассказывать, какая вам, не какая. Вот сегодня и увидим, какая. Я, в принципе, знаете, как говорится, отгадаюсь трёх раз, в общем-то. Но надеюсь, что я ошибаюсь. Василиса. Человек, наш герой, закрытый достаточно и женщинам, даже очень любящим, и даже когда он любит, способен казаться жестковатым, потому что очень много земных планет. Любит женщин красавица. Я думаю, что внешность будет решающим фактором совершенно. Но также определённая её уравновешенность, если девушка себя будет хорошо вести, будет, ну, такой настоящей леди, при этом довольно лёгкой, если она будет очень толерантной. Если она будет не слишком эмоциональной, а уравновешенной, я думаю, что она имеет все шансы произвести на вас хорошее впечатление. Наши девушки определённо рискуют, приходя к Павлу, потому что красота не вечно. Мы все стареем со временем, особенно когда появляются дети, женщина начинает выглядеть по-другому. Вам остаётся постараться быть со своей избранницей более мягким, ну и ориентироваться не только на внешнее. Хотя к кому мы взываем 6 лет, Ларис? Пусть реклама у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Женя, у нас в студии Павел. Встречайте первую невесту. Проходите. Здравствуйте, Павел. Вы определённо счастливый человек. Сегодня за ваше сердце будут бороться три красотки. Одна из них я. Безусловно. Это вам. Спасибо. Поможете мне спуститься? Олеся, 29 лет. Экскурсовод в монастыре. Пишет стихи, песни и рассказы. Мечтает стать востребованной писательницей. Признаётся, что её прямолинейность порой доходит до бестактности. Первый возлюбленный Олеси погиб. Второй оказался убеждённым атеистом и высмеивал её религиозные чувства. Олеся надеется, что Павел сможет её понять. Первый ваш возлюбленный, с которым вот такой был печальный опыт у вас, ничего не сложилось? Почему? Ну, на самом деле, у нас стали складываться отношения. Я вообще думала, что это тот человек, с которым я буду всю жизнь. Он был недавно разведён, да? Когда мы встретились у него, он ещё даже был не разведён. Он только подал на развод. То есть вы роль жилетки исполняли? Он вам рассказывал, жаловался, потому что там ещё болело всё? Выходит, что да, да. А задавали ему вопрос, почему у него в браке всё рушится? Не спросили из-за чего? Мы с ним много обсуждали. Его какая была версия? Его версия была то, что виновата во всём жена. Естественно. Я видела его в ситуации, когда он переживал развод, причём он любил эту женщину, и он не хотел с ней разводиться. Он мне говорил, что я думала, 10 лет прожить в браке, и уже ничего не изменится. Тоже есть грешок. Жена-то мужчина и встречалась. Тоже? Это тоже ты имеешь в виду, что у всех у нас есть грешки. Почему вы с ним расстались? Мы не расстались, он умер. А это ещё из-за страданий? У него было сердце больное и до этого. Родители говорят, это не первый случай, когда приходилось ему скорую вызвать. А в этот раз просто не было. А мёртвых либо хорошо, либо никак. Поэтому через какое-то время у вас появился другой молодой человек. Я в интернете с ним познакомилась. Он добавился ко мне в друзья. Мне показалось интересным. Я посмотрела, у него много было фотографий с путешествиями. Очень симпатичный мне показался, улыбчивый. Мы начали общаться с ним. И я рассказала о том, что экскурсовод, могу экскурсию по городу провести в Серпухове. И он так откликнулся с энтузиазмом, приехал в город, и мы с ним катались. Потом начали общаться. Он стал приглашать меня к себе в Москву. И я была влюблена. Я не знаю, вот это прямо было такое чувство, когда у меня рядом с ним стучало сердце. Я вообще ничего не понимала. И была готова за ним на край света. А почему он вдруг стал высмеивать ваши религиозные чувства? Может быть, вам не верил? Я не говорила с ним конкретно на тему. То есть я не такой верующий, который насаждает свою веру и убеждение. Нет. Но ваш весь внешний вид и вот как вы себя ведете, я не говорю, что вы там прям распущенная девушка, но вы позволяете себе то, что истинно верующая девушка не позволит. Либо она молится, но тайно и говорит, господи, прости меня вот такую вот дуру грешную. Ну не могу я соответствовать. Да, скорее всего, я не соответствую образу девушки традиционно верующих. А когда мы рассуждаем в суе о Боге, то атеисты нам имеют, так сказать, чем возразить. Тогда они нам могут сказать, ну так иди в храм и веди себя по-другому. Не приезжай к молодому человеку в Москву. Не оставайся у него, если ты не замужняя, ночевать. Не носи открытые платья. Ну и так далее. Очень много к нам придется. Поэтому лучше, чтобы эта часть нашей вот такой жизни осталась в нашей жизни личной и интимной. Ну, возможно, нужно искать такого мужчину, который... Более духовного. Да, более духовного склада. Павел, очень хочется узнать. Вы ищете девушку из хорошей семьи. А что для вас представление хорошей семьи? Это именно дворянство или это просто какие-то манеры воспитания? Что это значит? Воспитание. Воспитание семейное для девушки, наверное, это даже... Больше значимо, чем для парня. То есть, это закладывает все в детстве, наверное. Хорошие манеры. А вот у меня вопрос в связи с этим. Как вы смотрите на девушку, которую вы, понятно, что она вам понравилась, пригласили же на первом свидании к себе домой на чашечку кофе. В общем-то, и все у вас произошло. Вот она себя правильно вела или, наоборот, неправильно? Роза, к этой девушке я не смогу серьезно относиться. Правда? Если все так случится. А, нет, значит, предложить это нормально. Здравствуйте. Я мама. Очень приятно. Я просто хотела бы немножко, ну, защитить свою дочь, можно сказать. Она не нападает, наоборот. Нет, не нападает. Мы просто какие-то выяснили позиции. В планах православия. Просто я в этом можно немножко больше. Потому что, вот, вы знаете, православие, монастырь, и вот эта жизнь, это не значит надеть на себя монашескую одежду и ходить вот так вот молиться постоянно. Да, это значит, просто не говорить в суй на эти темы, верующие. И это должно быть твоим личным. Она только начинает. Она только начинает. Она ходит в храм, она причащается, она исповедуется. Молодец. Все как положено. Но она современная девушка. И в нашем мире это очень тяжело. Нет, послушайте, я абсолютно с вами согласна. Под каждой буквой я... Поэтому она, да, живет жизнью свободной девушки. Ну, конечно, я не одобряю это. Но сейчас тяжело просто. Дорогая, будучи свекровушка, как вам зять? Зять? Не староват? Нет? Ну, есть немножко. Мне бы, как матери, хотелось бы, конечно... Как матери хотелось бы не ровесника, да? Наш профсоюз свекрови. Зато честно. Все, я удаляюсь. Да, спасибо вам большое. Жених развеселился. А невеста что-то совсем как-то без настроения. Олечка, ну, чтобы мне понять вас лучше, я хочу посмотреть на сюрприз, который вы для Павла приготовили. Что там? Расскажите. Это одно из моих увлечений. Я увлеклась народной музыкой, народными танцами. Настоящие народные танцы. Спасибо. У барина на горе, у барина на горе, на горе, на горе, Той, тёлки, на кастроли говорят, что на горе. У донушки во дворе, у донушки во дворе, Во дворе, во дворе. Той, тёлки, на кастроли говорят, что во дворе. Разыграл и слизный конь Поехали! Поехали! Говорят, что там мешка, там камни огня нет Там камни огня нет, огня нет, огня нет Поехали нам на все, и говорят, что огня нет Своей жены правды нет Своей жены правды нет Правды нет, правды нет Той все, и нам на все, и говорят, что правды нет Чужой же не правда есть Чужой же не правда есть Правда есть, правда есть Той все, и нам на все, и говорят, что правда есть Чужой же не башмачки Спасибо, дорогая Олеся. Вы проходите в свою комнату, не забудьте цветочки, а Павел с нам возвращаетесь. И вам поклон. Как вам Олеся? Ну, я думаю, что это не Пашин вариант, конечно, если можно так говорить о девушке. Ну, начиная от всего, и от внешности, и я просто примерно представляю, чего он хочет. Простая слишком, да? Ну, не знаю, даже не в простоте делаю. Она его не будет подпитывать. Вы знаете, молодость мужчин должен подпитывать, на то она и молодость. А вот 29 лет для женщины это тоже уже не совсем. А вот взрослая женщина, она его и подпитает, и все остальное, как говорится. Он слишком хорошо меня знает. Я думала, что я ему сразу понравлюсь. Ну, выбирает. Как бы это не высоковерно было. Ну, пусть выбирает. Пусть посмотрит. Вася, а звезды? Про девушку что говорят? Ну, это, конечно, совершенно не ваша девушка, и вы не ее мужчина. И на сцене вы смотрелись, вот никак не совмещались. И гороскопы у вас не совмещаются никак. Она очень пылкая. Она действительно влюбчивая. Я даже боюсь, что вы ей хотя бы какой-то шанс надежды сейчас подадите. Потому что если она увлечется, ей очень сложно от увлечения будет отойти. Вы ее заморозите. Вы человек в отношениях более сдержанный, более равновесный. Вы так не пылаете, как она. И даже если отвлечься от вопроса внешности, правда не ваш тип, вот однозначно, я понимаю, что душевно вы друг друга не обогреете. Будете биться, как две сущности, которые не имеют ничего общего. Вам не нужна простая, конечно, простая девушка, которая будет вот так зажигать. Вам нужна женщина зрелая, немного сделанная, хитренькая, которая умеет играть, которая подыграет, которая будет с вами вести вот эти вот крыжевая. Понимаете, шаг вперед, два назад. Она должна быть безусловно яркой, за собой следящей, современной, модной. Ну, конечно. И даже если где-то она что-то с собой делает, вас это раздражать не будет. Потому что вы будете говорить, ну, правильно, делать, молодец. А что же ей ходить со своими натуральными черными зубами? Правильно делать. Вот, понимаете, вы мужчина, который уже искушен в этом вопросе. И для вас каждая деталь, конечно, заметна. И плачешка простовато, и, в общем-то, поухаживать бы за собой, и волосики бы перекрасить. Что тут говорить? Вообще, интересный мужчина. Мне хочется узнать, какой он, потому что так сразу не поймешь. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Павел. Встречайте вторую невесту. Удачи. Здравствуй, Паша. Я Наташа. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Проходите. Спасибо. Молодец. Спасибо. Наталья. 37 лет. Менеджер по продажам в крупном холдинге. Каждый день занимается спортом. Гордится своим сыном. Мечтает встретить мужчину, который полюбит ее всем сердцем. Признается, что сейчас стоит на пороге тяжелого выбора, который навсегда изменит ее жизнь. Возлюбленный потребовал, чтобы Наталья сделала аборт, а она назло закрутила роман с другим, но тоже была отвергнута. Надеется, что Павел поможет принять ей правильное решение. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, что это такие? Это наши такие белорусочки. Я сама из Белоруссии. Да, я люблю белорусы, вы знаете. Я уже не знаю. Вы знаете, это моя абсолютнейшая слабость просто. Спасибо вам огромное. Белорусы душевные. Душевные. Ну, это накрашенное. Да, ну, все равно, значит, так себя ощущать. Ну, да. Даже страшно спросить, на пороге какого выбора вы стоите? От меня вошел молодой человек, узнав то, что я беременна. Вот сейчас? Да. О, понятно. Когда я писала просто вам на программу, понимаете, у меня было столько боли, столько обиды. Давайте с самого начала, с вашей первой истории. У вас же есть ребенок, да? Первый ребенок – это от мужа, это в браке, все. Но его частые измены, то есть я, я как могла, терпела, то есть я прощала. Ну, да, бывает. И мне это было очень тяжело, понимаете. А вот эта история с женатым мужчиной, от которого вы его забеременели? У меня в первых же отношениях была беременность, от которой человек отказался. И вы сделали аборт. Я сделала аборт. И все равно не удержали. У меня была двойня. Да. У меня была двойня, поэтому после этого мне было очень тяжело. Решили вы ему отомстить? Нет, я не решила отомстить. Ну, закрутились с другим. И тут вы беременете, и он вам тоже говорит, с ума что-то сошла, я женатый человек. Только еще более в грубой форме. Он же ушел от жены, мы жили вместе. Ну, он же ушел-то, может быть, ненадолго, так? Да, он уходил несколько раз от нее, ко мне приходил. Ну, а кому он приходил? Он на улицу что-то спает? А сколько ваши последние отношения длились? Ну, вообще? Год. Год. И вы планировали совместную жизнь или так? Конечно, мы планировали семью. Бедная женщина, мне ее искренне жаль. Ой, да все тяжело. Ну, чего, вы что, думаете, что оставить не оставить? Да, я думала, потому что, ну, это действительно тяжело. А уходя, мне человек сказал, что ты... А тяжело что? Тяжело, потому что у меня второй ребенок, вот, да, он будет расти без отца. Да, я в своих силах, я уверена. Что, тут умер, что ли? Отец-то жив. Да он, ну, не проявляет себя как отца. А, поля, знаешь, милая моя, вот у тебя был вариант, ты сделала аборт, что мужика удержала, не удержала. Мужики приходят и уходят, а дети остаются. Так что, даже не думай, глупая. Всегда говорим, есть, как говорится, Бог даст ребенка, Бог даст она ребенка. Так что, на вот тебе, чтобы ты закрепила результат. И не морочься. Вот, когда захочешь пойти на борт, посмотри на пинетки и подумай. Ты не дала увидеть ему мир. Не ты, Господь Бог, Господь для чего ты это дал. Значит, рожай. Кому-то вообще не дают детей. Люди всю жизнь не могут завести ребенка. Ну, я только за детей. Почему вы так, у вас 11-летний сын. А сын что говорит? Или не знает еще? Сын знает. Ну, что говорит? Про беременность? Да. Он хочет, да. А зачем, скажите, пожалуйста, 11-летнего мальчика, свои бабьи дела, свои бабьи проблемы? Вы знаете, он настолько все чувствует. Ну, и что, что он чувствует? Почему вы позволяете себе, сегодня и так такая информационная атака в интернете, они, мозг не созрел, они не воспринимают, они не готовы переварить ту информацию, которая из них, ну, отовсюду? Пожалейте детей, пусть у них будет детство, отрочество, юность. Почему вы считаете, что имеете право 11-летнему ребенку сегодня дать ту информацию, которая ему еще не по возрасту? Потому что Наташа мечется и пытается, чтобы из решения, пытается приложить свое решение и ответственность на кого-то другого. На сына, на мужчину, да, на детей даже. Так нельзя. Это решение только вы можете принять. Вы понимаете, что вы и сыну своему закладываете программу отношения к женщине? И ваш сын будет считать, когда вырастет, что можно. Можно поставить женщину в состояние сомнения, рожать, не рожать и так далее. Но это длинная слишком история, не хочется сейчас все это. А вы приготовили какой-то сюрприз? Да. Или, может быть, вы еще хотите с Пашей поговорить, и у вас есть к Павлу вопросы? А Паши не привыкать, он уже ребенок-то и был у него, и чего. Вот будьте еще благородные. Да, я давлю. А у вас, чего здесь запутанного, обычная история? Ну, ничего страшного. На нашем сайте знакомств2.tv найдете. Может быть, более простого разберетесь. Покажете сюрприз? Да. Я всегда мечтала провести романтический ужин на крыше. Чтобы были звезды, романтика. Приглашаю на первое свидание. Спасибо. Все за вас своим, да. Молодец. Да, молодец. Оригинально. Паш, очень важно, когда тебя кто-то ждет. Очень важно быть кому-то нужным. Что бы ждали от тебя? Об одном лишь просям. Ты всегда возвращайся. Мне очень хочется, на самом деле, чтобы это свидание не было последним. Ты очень интересный человек. Второе свидание за тобой. Спасибо. 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 Забирайте подарочки. Роскошные пинеточки от розы. Спасибо. Вам удачи, дорогая, Наташа. Счастья и удачи. Хотелось бы, чтобы мы были в курсе того, что происходит в вашей жизни. Проходите к себе. Спасибо. А, Наташа, ну как ты не рассказала такое стихотворение. Максим. Ну не зажжет она. Нет, ну вы знаете, у Павла достаточно печальная история для того, чтобы девушки зажигали. Они же, вы поймите, начали с того, что услышали про двух ваших бывших жен, про двух ваших детей, про какие-то сложные ситуации. Вы про это рассказывали без энтузиазма. Естественно, они грустные приходят в студию. Нет, мужчина считает, что и что. Им же можно. Они 80 лет, женихи, да. Это как плюс. Конечно. Дискриминация. Потому что любой мужчина, забулдыга, женщина от одиночества его отмоет, образует, вставит ему зубы, причешет, приведет в хороший дом, научит манерам. Мужчина не будет. Для него эти этапы неинтересны. Ему нужна готовая женщина. Понравился тебе? Да, он мне понравился. Понравился очень. Понравился. Я почувствовала его поддержку. Его силу. Силу. Наташа, я знаете, вам что скажу? Имею право так говорить. Сама поднимала двоих детей без мужа, потому что овдовела. Вы знаете, дети это счастье. Я вам, как женщина, которая ждала свою дочку Ангела, очень долго. И дождалась это счастье. Рожайте. Рожайте, Роза поможет. Бог даст. Да, если попросить помощи, помогу. Почему нет? Буду вон Ксюшкины вещи, если девочка будет посылать. А что, несложного нет? Ничего, мужики приходят и уходят. Дети. Я понимаю, что отталкивает Павла. Он любит девушек легких, не обремененных проблемами. А Наталья, это тот случай, когда будет тяжело в любом случае. В случае любого решения. Да, ну, я, ну, мне, конечно, у меня просто никогда не было поддержки. Я все время одна. Женщины знака рак очень часто остаются инфантильными, очень долго. Из них, получается, прекрасные матери по итогам, в конечном итоге. Но вот этот путь, он для них самих очень-очень сложен. Нужно прекращать быть ребенком. Я считаю, что для нее, наверное, это решение должно быть, не знаю, каким-то знаковым уроком. Если Павел ее сегодня не выбирает, это будет повод повзрослеть по-настоящему. Ну что, Павел, будете знакомиться с третьей невестой? Да. Проходите. Здравствуй, Павел. Шикарно выглядишь. Приятно познакомиться. Взаимно. Готово. Спасибо. Ну, нахожусь. Станислава, 32 года. Владелица агентства ростовых кукол. Посещает ретро-дискотеки. Мечтает поехать с дочкой в Диснейленд. Признается, что боится проблем, живет в розовых очках и одевается в розовые наряды. Считает, что ей до сих пор 18 лет. Станислава рассталась с возлюбленным после того, как тот признался, что болен и отказался делить с ней супружеское ложе. Надеется, что Павел раскрасит ее жизнь в яркие краски. Куда еще ярче-то. Да, здрасте. Здравствуйте. Приятно с вами познакомиться. Это вам небольшие подарочки. Спасибо. Дамские штучки. Спасибо. А вот это моя дочка. Вам портреты. Дочке сколько лет? 13. Ну, вкус имеется определенно. Ну, да. От Альбина Шевченко. Ой, твоя просто ты копия. Да и твоя красота. И Василий, и роза похожи. У нас не какая-то роза добрая. Это самое интересно, что даже бусы те же, посмотри. Ну, жених улыбается. Да, теперь он точно не спит. Доволен, заинтересованный. Вам 32 года? Мне 18. Ясно. То есть вы с своей дочкой сестренки? Конечно. И чтобы плачки не выбрасывать дочки, на которые из мода вышли, и она, ну, в силу возраста не будет носить. Вы донашиваете? Ну, правда, не на помойку уж не стиху. Ну, конечно. То есть донашиваем за дочкой. Круто. Да. Всегда будет 18. Последний песк моды. Всегда будет 18. Слушайте, ясно. Вы были замужем, у вас ребенок родился в браке. Да, в браке родился ребенок. Ну, что там за болезнь такая, которая скрутила мужа? Нет, это не болезнь. Немножко все не так. Муж был здоров, все было хорошо. Ну, я вышла замуж, потом поняла, что это не мой человек, и с ним разошлась. Расскажите тогда, о ком вот эта история? Ну, там как ситуация такая. В общем, мы познакомились. У меня мама от Царствия Небесного умерла уже. Она мне позвонила и говорит, напиши 10 качеств мужчины, что для тебя самое важное. И в ближайшее время ты такого мужчину встретишь. Ну, я как бы не поверила в это. Потом подумала, а почему бы и нет. Я взяла бумажку, ручку, начала писать. И написала вот эти 10 качеств. И через 2 месяца я такого мужчину встретила. И все было прекрасно? Да, все было прекрасно, замечательно. Но потом через 3 года мы расстались. Почему? Ну, во-первых, когда мы познакомились, он считал, что любовь живет 3 года, наверное, потому что у него до этого все отношения были не больше 3 лет. То есть он говорил, что почему так, когда начинаешь встречаться, все так сказочно-ферично, а потом все как-то угасает. Он не мог или не хотел с вами вступать в эти самые отношения? Потому что это важнейший вопрос супружеской жизни. Ну, на самом деле я не понимала. Когда мы только познакомились, он мне говорил, что у него есть проблемы со здоровьем. Понимаете, ну, бывают у мужчин проблемы, но они все равно хотят какой-то тактильности, близости обнять, приласкать, вечером, чтобы рядом. Вот этого мне тоже надо. А у вас этого не было? Воспорим разом? Нет, в начале это было. А потом он просто сказал, что даже в одной комнате не хочет быть? Да, и после этого я сказала все. Такой-то мне не нужен. Мне было тяжело забыть, я перестала общаться с общими знакомыми. Скажите, а может быть у вас проблемы? Никогда не анализировали? Конечно, может быть. Наверное, все-таки она интереснее была бы, если бы она делала что-то соответствующее своему возрасту. Как-то она слишком. Чувствует человек себя, ей всегда 18. Я честно вам хочу сказать, я уже рассказывала год-четыре назад, я же много летаю на гастроли, и мы идем в Шереметьево с моими коллегами, и вдруг идет барышня, тоже такая же взрослая, здоровенькая, и у нее во рту сосочка, только не сосочка-леденец, и ей кажется, что ей 7. Прямо хочется сказать, господи, чтобы ты ей подавилась этой соской, соской-леденцом. Понимаете, я 35-й раз говорю, у каждого возраста свой кодекс. Некоторые мужчины, взрослые, состоятельные, просто скажут, если это не твой сценический образ, переоденься, так с тобой не пойду. Мне муж часто говорит, так оденусь, с тобой не пойду никуда. И вы переодеваетесь? Я переодеваюсь, сначала плакала, обижала. Ну, если он мне мог сказать, слушай, как я мог жениться на тебе с такими ногами? У меня был комплекс, у меня это ни одной короткой юбки. Да вы шикарно выглядите. Ни одной короткой юбки, я не ношу платье без рукавов. Потому что у него другие достоинства, понимаете? Иногда, когда я там, мне кажется, что я хорошо выгляжу, он говорит, переоденься, не пойду, буду ждать. Я говорю, опоздаю, он говорит, ничего страшного. То есть я иду навстречу, и я ему могу сказать, мы близкие люди. Поэтому вот если вам мужчина, с которым завяжется отношение, он скажет, там, Станислав, ну, не круто, все-таки ты уже взрослый, переоденься, послушайте его. Ну, возможно. А девушка праздник, у нее всегда должно быть хорошее настроение. Да, ну, еще она легкая по жизни, легкая на подъем, готова к переменам. Мне кажется, Стася очень независима. Возможно. Привыкла жертвовать своей в чем-то свободой ради любимого? Ну, ради любимого я готова жертвовать. Да нет, это у нее сейчас такой вид от страха, что она попала сюда к нам. Это такой немножко агрессии, такая внутренняя ее, чтобы мы ее не обидели. Она защищает себя. А вы нам обещаете доступ к телу при любых обстоятельствах? А то уже один тут это, поиграл. Буду стараться. Ага, вот если напишите нам кровью, что... Смотри, Роза, ты сегодня требуешь, то квартиру отписать немедленно, то доступ к телу. А чего? У нас времени остается, правда? Кстати, Роза, у меня к вам еще один подарочек от меня лично, мое преданное на память. А ну, что там написано? Невеста с преданным, что там? Слушайте, какой-то страх господний. Это что такое? Ну-ка, 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 шикарный. Там и покушать, и где поспать. Это вы так шифруетесь. На самом деле, наверное, вы дочка олигарха. Да ну, как олигарх. А хотите, чтобы вас полюбили без денег, поэтому вот... Ну, ладно, это попытка шутки была. Да? Хорошая шутка. Мы сейчас нашего бедного жениха перепугаем так, что он жениться перестанет. Мне нужно сидеть нервно, теребить там. Нормально. Давайте так. Любое действие объяснимо. Если вы эпатируете таким образом, вы пришли, чтобы нас эпатировать, потому что весь ваш вид говорит о том, что вот да, я такая полюбитель, меня такой. Тогда объясните, что за этим стоит. Мне нравится так ходить. Те, кто уверен в себе, никому ничего не доказывают. Ну, поэтому оно в розовое михои, потому что не уверены. И вы будете ходить так всегда? Нет, конечно. Это же не единственная вещь из моего гардероба. Мне разные цвета нравятся, но только розовый. Да? А дочке в школу вы как входите? В таком же виде? На собрание? Нет. Нет, все-таки собрание включаете? Конечно. Ну, тогда и нет вопросов больше. А сюрприз ваш готов? Да. Может быть, посмотрим? Мне нравится ретро, ретро-дискотека. Давай устроим немножко. Присаживайся. Спасибо. Алло, Паша? Паша? Я. А, ты здесь? Не заметил? Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 А с 17-го числа, когда Меркурий войдет в знак близнецов, уже развлекаем и учим детей. Отправляем на курсы английского языка или в какой-то развивающий лагерь. Июнь. Мы говорим сейчас про первый месяц лета. На экскурсии отправляем. А самое главное, товарищи родители, отпускаем детей гулять. Потому что когда Меркурий в близнецах, ребенку очень важно много общаться. Поэтому не будем занудными родителями и разрешаем детям побегать во дворе, просто подышать воздухом. Спасибо большое. У вас было время подумать, поэтому в любом случае мы вас поддержим. Павел, проходите. Не томите. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Агата, 21 год, номер 3442. Студентка, учится на журналиста, пишет об искусстве и интересных людях. Считает себя неординарной личностью. В мужчинах ее привлекает интеллект, чувство юмора и доброта. Ирина, 23 года, номер 3443. Воспитатель в детском саду. Любит петь для друзей и родных и ненавидит мужчин с голубыми глазами. Выйдет замуж за доброго, темноволосого мужчину. Мы не знаем, выйдет Павел один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить и давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Привет! Хотелось тебя еще увидеть, однозначно. Да? Ну, отмечались. Спасибо. У нас есть пара Павел и Станислава. Если вы одиноки, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы. И вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 4151. А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Удачи. Здравствуйте. Я Елизавета Юшкова. Это передача «Давай поженимся» и мы начинаем. От вас вот прям веяло, веяло с этого экрана, так больше, больше. А как вот у вас личная жизнь? Думала, по матрошу-брошу и понеслось. Лебедь там летит, там щука тащит, а Рай говорит, нет, стопэ, у меня еще телефон. Вот вы кого из них выбираете? Девушка оказалась слаба, а на некоторых сторонах своей жизни... Я хочу... Аленький цветочек! Подарка на день рождения не будет, ты его уже себе сделала. Приехала уже с палкой колбасы, производство там собственного. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...